Всем привет! Сегодня 5 марта, Московская область. Буду рассаживать сладкие перцы из общей емкости, которые высевала 15 февраля. Высевала 8 сортов. Хочу вам кратко показать общую схожесть. Первый ряд это леся красная. 10 из 10. По наличию здесь 9 сеянцев. Один убрала, был корявый. Это семена мои. Дальше леся оранжевая. Высевала 8. Взошло 7. Перец сорт айварский. Из 8. 6. Взошло семена мои. Алексий ницая. Из 8. Взошло 6. Всхожесть плоховатая. Очень тугие семена. Всходит один из самых последних. Только вчера развернулся медольные листики. 1 сеянец. Дальше. Тамерлан. 8 из 8. Хорошая всхожесть. Бэнкс. 8 из 8. Отлично. Прям все такие ровненькие. Хорошие. Кармен. 8 из 8. Этот сорт начал сходить один из самых первых. Имеет уже вторую пару настоящих листьев. И восьмой сорт. Это милдред. 10 из 10. Семь всходов. Тоже в принципе неплохо. Буду уже рассаживать. Потому что есть настоящие листья. Земли здесь мало. Здесь торф с биогумусом. Это только для посева. Я использую такую почвосмесь. Все сеницы, которые имеют только семидольные листики. Или вы только развернули. Вот как этот маленький. Я оставлю на потом в этой же плошке. А рассажу только те сеянцы, которые имеют настоящие листья. Я конечно же заранее, примерно за неделю, подготавливаю рассадные пакеты. Для того, чтобы пересаживать любую рассаду. Перцы, томаты, неважно что. Это почвосмесь. Приготовлена с осени. У меня есть видео. Я оставлю ссылку. Кому интересно, зайдите, посмотрите. В почвосмесь что добавляю? Это основа компост, торф, агробал, таранжевый, без минеральных удобрений. Это конечно же биогумус и зола. Проливаю все с осени бактериями. Мешки ставлю в теплицу. За зиму промораживается. Вот я заношу мешок. Он растаивает. Вот только добавила чуть биогумуса. В этот раз, вот сейчас, потому что с осени было мало биогумуса. Забиваю рассадные пакеты и повторно проливаю бактериями. Это может быть сияние номер один или раствор фитоспорина. Закрываю черным пакетом или вот таким же поддоном и оставляю на недельку. Сорняки за неделю прекрасно сходят. Я их просто вырываю и проблем нет. Конечно же сорняк будет, потому что эта земля живая и он будет вылазить. И в течение роста рассады он где-то будет появляться точечно. Эти ниточки очень легко убираются. Эти рассадные пакеты я использую уже в течение, наверное, 4-5 лет. Они мне полностью устраивают. Для томатов, перцев, баклажанов я использую рассадные пакеты объемом 0,9 литров. Первоначально, пока рассада сейчас маленькая, я подворачиваю край. Ну, не в половину, может чуть меньше. И высаживаю сюда вот такую небольшую рассаду. По мере роста рассада я отворачиваю эти края и добавляю еще также почвосмесь. Все прекрасно получается. Конечно, подписываю, чтобы знать, какой сорт новинки. Обязательно подписываю, а все сорта, которые уже знаю, могу и не подписывать. Имеются по кругу дренажные большие отверстия. И также по всему пакету здесь микро-дренажи, чтобы дышали корни. В общем, как-то так. Все, значит, земля у меня влажная. Так как я проливала бактериями и накрывала сверху, влага не испарилась. То есть она и не мокрая, но влажная. Почва-смесь готова. Кстати говоря, я уже неоднократно, конечно, повторяюсь, но минеральными удобрениями я не пользуюсь. От слова совсем, тем более для рассада овощей. И прекрасный урожай у меня получается. Ну, а теперь что нам остается только начать рассаживать. Я покажу на примере одного-двух. Вот начнем с леси красной. Семена собираю свои. Хороший, красивый перец. Темно-красного цвета. Толстостенные. Смотрите, уже какие корни у перца. Отличная рассада. Это вот именно в таком моменте из общей емкости я и начинаю пересаживать всю рассаду. Там могут быть, в принципе, и баклажаны, чуть больше, чуть меньше. Или томаты. Только с настоящими листьями. Видите, вот такой корявенький. Я здесь пыталась снять оболочку семя. С семидоли. И вот он такой корявый получился. Поэтому я его пока оставлю. Положу там в десорт, чтобы не забыть. Конечно, при пересадке выбираю самые лучшие сеянцы, чтобы они были красивые. Смотрите, какие корешочки. Перцы я выращиваю в стеклянной теплице. У меня две грядки по бокам для перца и одна грядка для огурцов. Этого количества даже мне будет много. Здесь я буду делиться. Меня попросили вырастить рассаду. И на тот случай запас, если что-то не приживется. Вот. Я один сорт разложила по пакетам. Здесь все, конечно, очень просто. Делаю углубление пониже. И практически по самые семидольки я перец углубляю. Делаю, в принципе, каждый год одно и то же. Здесь особо ничего выдумывать-то и не надо. И урожай отличное. Вот двух грядок в теплице хватает накормить полностью нашу семью. Угостить. Поесть перцы свежими. Приготовить. Законсервировать. Двух грядок вполне. И угостить самое главное еще хватает. А угощаем мы очень часто. Все, кто приезжает, того и угощаем. Если попадают на перцы. В сезон перцев, да? Вот, смотрите. Сейчас я вам покажу поближе. Вот так они у меня будут расти. В конце марта примерно, ну, ориентировочно, я буду открывать вот этот подогнутый край и досыпать сюда почво-смесь. Потому что перец вырастет, питания будет не хватать. Я буду добавлять биогомус смешное с почво-смесью. Все прекрасно получается. Все, таким образом, я сейчас буду рассаживать. И обязательно, где-то у меня здесь был фломастер, я высаживаю один сорт и сразу беру и подписываю, чтобы мне потом не забыть и не запутаться. Сегодня я хочу пересадить еще баклажаны. Высевала их также 15 февраля. Они имеют уже по одному, по два настоящих листа. Самое время пересаживать. Это сорт Король Рынка. 10 семян я сеяла, 10 взошли. Смотрите, какие корешки хорошие. Мне, в принципе, столько много не нужно было, но все же рассажу все. Семена были просрочены, поэтому не было у меня надежды, что взойдут все. Но взошли все 10. Также в рассадные пакеты по 0,9, как и перцы. Как, собственно говоря, и буду рассаживать и томаты. Томаты я буду сеять с 8-го, с 10-го числа. Смотрите, какие корешки хорошие. Баклажаны я выращиваю на улице, но в мягких контейнерах. Я уже рассказывала, что пока холодно, у меня 35-литровые мягкие контейнеры. Я высаживаю по 2 куста баклажанов туда. И пока холодно, эти контейнеры стоят в теплице. Затем уже потеплеет, я выношу их на улицу. И они уже растут на улице. Замечательно получается в мягких контейнерах. Я выращиваю уже так 3 года. И все хорошо. В теплице я баклажаны не сажаю. Они то болеют, то клещут, то еще что-то. О мягких контейнерах самое то. Когда холодно занес, у них две ручки хороших. Можно их носить куда удобно. Где жарко, можно поставить в тенек эти контейнеры. Или тень убрать на солнце. Или холодно убрать в теплицу. Мне нравятся в контейнерах. Я из баклажан закрутки не делаю. Никто их не ест. Поэтому я их выращиваю только для мангала. Для запекания на мангале. Просто поесть. Или салат. С овощами, запеченными на открытом огне. Очень вкусно получается. Вот таким образом. Я еще и баклажаны сегодня рассажу. Так, еще момент не показала. Почва у меня в принципе в пакетах влажная. Я сильно не поливаю. Слегка я сделала воду. Растворила в ней. Сейчас покажу вам. Размяла таблетки глиоклодина. Вот. Это чтобы не было гнилий прикорневых и черной ножки. На всякий случай. Сделала раствор. Несколько таблеток. На литр, может быть полтора. Растворила. И вот слегка. Чтобы убрать воздушные карманы. Я возле стебля проливаю. И все. Сильно не поливаю первое время. Пока грунт практически не просохнет. Только тогда будет у меня первый полив. Все. Потом обмою пакеты слегка. Чтоб чисто все было. Листики у перцев, у баклажан. И оставлю на столе. И потом поставлю, конечно, на стеллаж под лампы. Так, на сегодня у меня основная работа закончена. Хочу вам показать еще острые перцы. Я же их сеяла тоже 15-го числа. Но схожесть не очень хорошая. В этом году у меня новинки. Я каждый год выращивала всего лишь один сорт. Свой уже много лет. А тут решила что-то новенькое попробовать. Вот посмотрите, какая схожесть. Это Сириус высевала я 4 штуки. Вот 2 еле-еле взошли. Это вот такой сорт перца декоративный. Здесь у меня один из трех. Это вот такой конфетки. Тоже декоративные. Они маленькие. 20-25 сантиметров. Это я высевала для кашпо. Еще перцы. Здесь уже чуть-чуть получше. Это такой интересный острый перец. Жгучий прям. Фиолетовый у него стебель. И зеленые листочки красиво смотрятся. Это вот такой сорт. Не буду вам читать. Посмотрите сами. Вот он. 3 из 3. Он хорошо взошел. И у меня еще 2 из 3 взошли. Это вот этот капуцина. Вот он. Вот такой сел. Это все новинки. Свой перец острый я в этом жгучем в этом году не села. Решила попробовать что-то новенькое посадить для кашпо. Красиво. Мне нравится. Я, кстати, острый перец тоже в мягких контейнерах всегда выращивала. По 2 штуки в контейнере 16-литровом. Замечательно получается. Стоят такие контейнеры на улице. Смотрите, перцы, баклажаны. Я рассадила. У меня, конечно же, еще остались. Но они еще в семидолях. Я их не буду трогать. Они в этой плошке будут дорастать до настоящих листьев. А потом их тоже рассажу. Вот казалось бы, да, небольшая такая плошка. 8 сортов. Но здесь больше 60 растений. Представляете? Поэтому мне этих растений за глаза. На 2 грядки и еще, конечно, они будут в остатке. Потому что я перцы сажаю не очень плотно. Смотря, знаете, какой сорт. Есть высокорослые такие, они более раскидистые. То расстояние держу побольше. Если такие менее раскидистые, типа леси, то, конечно, поближе могу на расстояние 30-40 см посадить. А, допустим, айварский, он очень высокорослый и крупные кусты. Поэтому там нужно, конечно, подальше сажать друг от друга кусты на расстоянии 50-60 см. А у меня на сегодня все. Я вас также хочу пригласить в телеграм-канал. Одноименное название, как и на ютуб-канале. Тема сад, огород, цветники и ваше любимое занятие или хобби. Потому что я показываю, что я делаю, чем я занимаюсь и с чем я увлекаюсь. А я вас не вижу. Поэтому делитесь своими фотографиями. Пишите комментарии. Мы все посмотрим, обсудим. Я вам желаю всего самого хорошего. Заходите на канал, подписывайтесь. Ссылку на телеграм я оставлю в описании под этим видео. Я буду вам рада. Я желаю вам всего самого хорошего и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok